по моему мнению тот мир эзотерический в котором мы сейчас находимся он требует объяснений из-за чего требуется объяснение для чего вообще существуют эзотерические школы почему они открываются и почему очень много эзотерических направлений есть что это вообще такое и почему появляется всевозможное общество почему появляется много курсов и так далее вот смотрите как я вас научу я вам сейчас открою немножечко глаза на тот мир в котором вы находитесь не хотелось бы мне кого-либо при этом моей задачей не является сказать вам что это плохо или хорошо я хочу сказать что у меня есть видение того как происходит сейчас в некоторых местах вот послушайте мою удивительную историю били заводи патефон или граммофон есть определенная есть определенная программа данная программа она называется серпстат в этой программе можно найти поиск ключевых слов в этом поиске ключевых слов можно выявить проблемы населения допустим региона там донецкой области днепропетровской области или там массачусетса или там филадельфии или пенсильвании или там области пенсильвании или вашингтона или там в германии ганновера и тогда выбрать поисковые запросы после этого сделать кластеризацию поисковых слов то есть что люди ищут когда они ищут допустим эзотерика то какие вопросы задают и так далее вот как допустим я бы поступал как поступают многие они собирают ключевые слова которые связаны с поиском эзотерики то есть они ищут более людей что люди хотят в тот момент когда они начинают искать эзотерик или саморазвитие тогда второе они должны они выписывают это все и создают программу которая решает вот эти проблемы но я хочу вам сказать что большинстве своем вся информация которая существует она открытых она везде находится в открытых источников было бесконечное количество блаватских христов было будда была куча религии сикхизм буддизм христианство йога там и там куча учителей там которые говорили там о чем-то о чем-то но когда человек выходит с чем-то ему необходимо это продать как какое-то новое направление новое ноу-хау для того чтобы слушали что он должен сделать первое он должен создать некий язык который нужно человеку заучить допустим это выглядит так раньше это были знания то есть человек говорит и вы получите эти знания человек говорит нет и вы получите тайные веды человек говорит да да я может это знание нет это никакие незнания это веды а у кого-то это еще будут там клины а у кого-то это будут кейсы а у кого-то это будет еще что-то и они изобретают новый язык или новые понятия новые понятия они такие же как бывшие старые понятия и для чего они делают человек если он просто изучает информацию как у дуйка то тогда он изменяется а когда он начинает думает что это произошло само по себе а когда человек начинает изучать информацию и получать ему приходится изучая новые слова там атманы и адвайты и там куча всего там пунья шакти и так далее то человек погружается в такой мир в котором он должен изучать что-то у него создается впечатление будто изучая это он создает или изучает что-то глобальное и новое ему потом на самом же деле он получает точно такую же информацию которую он мы бы мог получить бесплатно ему после этого говорят вот это что ты получил это тайной информации ты теперь приверженец и только ты это знаешь на самом деле хоть дхарма хоть карма хоть как вы не называйте это все равно имеет абсолютно четкие понятия которые в этом мире четко уже прописаны и о которых многократно сказано и философами и психологами и буддой там и кем угодно и после этого человек начинает эти понятия загрызать ему эти понятия начинают давать и у него появляется ощущение будто он носитель какой-то сверх информации там шахте шива лыбить там круговороты колоброды и так далее то есть вот это все написали после этого эту информацию начинают человеку вгружать и после этого у человека появляется обязательство чем это плохо на самом деле это зачем они это делают чтобы у человека появилось ощущение будто он избранный потому что он это знает раз второе в тот момент когда он это все покупает то на нем зарабатывает деньги это два и третье в тот момент когда он это получает у него появляется ощущение будто он носитель новых знаний как в общем то первое и второе третье абсолютно неправда как первое и второе и третье большинстве своем абсолютно неправда то есть в лучшем случае в лучшем случае человек получает знания в ходе которых его заставляют первое либо часто обращаться либо получать какие-то советы и когда человек получая такие знания сталкивается с тем что ему должны помочь эти знания наоборот оказывается почему я занимаюсь эзотерикой объясняю моя задача сделать так чтобы человек который занимается у меня ну по моему мнению это называется эзотерикой хотя это можно назвать чем хочешь психологии или философии эзотерической школы кайлас или дуйка она должна облегчить жизнь человеку то что я даю или то зачем я это все делаю я хочу облегчить жизнь мне хочется чтобы то чем я занимаюсь или то что я преподаю сделала легче жизнь чтобы было проще чтобы можно было это использовать с легкостью в случае если это усложняет то есть нужно изучить кучу слов нужно изучить нужно там ходить нужно агитинги там какие-то персонификации там бесконечные и так далее если это все так сложно если этому всему нужно обучаться то это очень сложно использовать почему слушайте когда-то брус ли сказал такие слова не знаю почему его вспомнил он когда-то сказал буквально следующее боюсь ли я человека который знает который изучал миллион приемов боюсь ли на протяжении 10 лет скорее всего нет а кого я боюсь я боюсь того человека кто отрабатывал только один прием и он это делал 10 лет получается тот кто отрабатывал один прием он страшнее чем тот человек который знает миллион приемов отрабатывал после этого человеку навязывают и появляются вот такие общества неважно как они называются неважно их можно делать даже классифицировать один делает так я вас всех научу быть умными и там откроем вот это все и так далее побольше иностранных слов там вот это вот так вот это вот так а детенки клинеры мы будем дышать а здесь вот это про на ямы чакры назови первая вторая третья чакра зачем там свадхистана и так далее людям же сложно и человек погружаясь в это получает там миллион каких-то там домыслов после этого ему нужно запомнить он думает что он носитель информации а это не так и когда у человека случается вот человек нормальный потом у него появляется идея что он носитель информации в ходе которой он особенный то это не делает его никаким особенным почему ничего такого не происходит то что я знаю математику и стою в очереди за молоком среди остальных людей не делать не дает мне право идти без очереди за молоком ну согласитесь то что у меня там 58 образований каких-то я там знаю хирургию или знаю там как ложить плитку правильно не дает мне никаких шансов идти без очереди за молоком никаких я точно такой же человек как все остальные или вы знаете что только герои советского союза обслуживались без очереди при наличии звезды а так вообще нет все остальные люди между собой одинаковы во всяком случае если на улице находитесь почему люди обижаются даже бьют друг друга носики они обижаются и друг друга избивают потому что тот кто кричит думает что это точно такой же как ты человек а тот человек который возмущается он не может понять что в нем не видят доцента доктора там юридических наук там или очень модного и богатого человека и обижается на это а так в целом люди же из шкуры и костей они визуально одинаковые все